Всем шубам выйти из тени. Меховая верхняя одежда с 5 декабря должна иметь специальные чипы. Это нужно, чтобы бороться с контрафактом, контрабандой и просто обманом покупателя. Продавцы уверяют, из-за того, что бизнес стали жестче контролировать, цены неизбежно взлетят. Ольга Качкурова изучила все плюсы и минусы, чтобы понять, стоит ли переживать покупателям. Еще полгода назад покупка шубы в магазине напоминала ритуальный обряд. Изделия трясли, дули на мех, мяли и прислушивались, хорошая, не должна шуршать, как клеенка. И даже просили вспороть подклад, чтобы убедиться в качестве меха. Теперь достаточно воспользоваться специальным мобильным приложением. Вводим код маркировки. И вот вся информация на экране, производитель, вид меха и даже пометка, крашеная шуба или нет. Продавать шубы без чипов официально запретили 5 декабря. До этого времени все товары должны были быть промаркированы. Все неучтенные меха вне закона. Проследит Роспотребнадзор. Если при проведении проверки должностным лицом установлен такой факт, на данное изделие накладывается арест продукции, то есть без права реализации. В Омске уже арестовали 84 шубы. Нарушения нашли в трех магазинах. Но большая часть нечипированного товара – недорогие модели. Рисковать той же норкой, где цена за шубу переваливает за 100 тысяч рублей, почти никто из предпринимателей не решился. Назвать недобросовестных продавцов до решения суда в Роспотребнадзоре отказались, поэтому мы сами проверили меховые магазины города. Для чистоты эксперимента выбрали небольшой магазинчик на окраине, элитный салон в самом центре и ярмарку. Контрольный знак нашелся на всех изделиях. По словам директора одного из старейших магазинов мехов в Омске, следовать букве закона для бизнесменов оказалось делом недешевым. Заказать в госзнаке сами чипы на каждую шубу недорого. Но вот купить программное оборудование, новый компьютер, способный справиться с умной программой, и оплатить лицензию на каждый представленный в магазине бренд стоило, как пара новых шуб. Впрочем, на цене для покупателей это не отразится, уверяют продавцы. Меха подешевели в этом году, был на аукционный мех дешевый. Сейчас меха дорожают, и закуп на аукционе дороже меха. Поэтому и сезон еще. Так что меха сейчас дороже. Новый закон очистил рынок не только от контрафакта, но и от мелкого бизнеса. Владельцы небольших бутиков в продаже свернули. Торговля стала слишком хлопотной. Кроме того, ушли и комиссионные магазины. Сделать чип для ношенной шубы сложно. В теории это означает сокращение конкуренции. Но плюсов пока все же больше. Электронная маркировка не только гарантирует, что стриженная норка не была при жизни обычным кроликом, но и благодаря дате производства, зашифрованной в чипе, будет понятно, действительно ли на витрине новинка или залежавшаяся на складе непопулярная модель. Ольга Качкурова, Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск.